Аккуратными движениями, руками разгребая землю, рабочие достают уникальную находку – шашку с гербом Николая Второго. Рядом лежит винтовка примерно того же периода. Артефакты нашли сегодня при расчищении участка на территории художественного музея. Убирали мы строительный мусор и под шифером нашли саблю и ружье времен гражданской войны. А где это было? Это происходило вот на этом месте. Немножко удивление, наверное, то, что все-таки сабля. Мы не ожидали ее здесь найти. На удивительную находку собралось все культурное сообщество музея. Ученые, хоть и специалисты по живописи, но смогли выяснить, к какому периоду принадлежали шашка и винтовка. Тем более, что на рукоятке сабли отчетливо виден герб императора. Можно сказать, что шашка – это, скорее всего, драгунская офицерская шашка. По крайней мере, она очень похожа на приводимые образцы в литературе. Винтовка – это, видимо, винтовка Мосина. Мы точно знаем датировку шашки, поскольку на ней инициалы Николая Второго, то есть после 1896 по 1917 год. Но и так как она нарядно украшена металлизированным шнуром, неплохо, кстати, сохранившимся, то, видимо, это все-таки офицерская шашка. В начале века в центре Ярославля было довольно неспокойно. В 1918 году здесь проходил белогвардейский мятеж. Оружие было необходимостью в то время. После тяжелых боев горожанам и офицерам царской армии все же пришлось уступить большевикам. Скорее всего, это была какая-то экстренная ситуация, когда человек явно прятал личное оружие, и он явно не хотел, чтобы его с этим оружием кто-то видел. И опознал его как человека, служащего, состоящего на военной службе. Потому что обычно, наверное, с оружием так не обращаются. Если бы это была какая-то неэкстренная ситуация, наверное, оно было бы как-то упаковано, завернуто, возможно, многократно. Вообще, исторические находки на территории художественного музея – не редкость. Центры Ярославля богат на артефакты. На территории Ярославского художественного музея находки, связанные с историей города прежде всего. То есть это и памятники материальной культуры, это остатки слюдяных окон, которые стекловить заменяли в старых зданиях. Это остатки свай деревянных, на которых здания стояли. Конечно, много керамики и стеклянные браслеты киевские, домонгольские. Это все на территории нашего музея было найдено во время раскопок. Вот только оружие на территории музея никогда не находили. Этот случай уникален в историческом и культурном плане. Однако в первую очередь шашку-винтовку передали экспертам-криминалистам, как того требует закон. Мы отправляем на экспертизу для определения, холодное это оружие или нет, нестрельное это оружие или нет. По факту исторической, к какому веку, при ком оно могло быть произведено, это уже другой урок экспертизы, которая сейчас у нас задача на нее не стоит. Далее уже боевое орудие прошлого века ждет историческая экспертиза. К ней планируют привлечь сотрудников Ярославского музея-заповедника. Именно на этом месте и нашли оружие с вековой историей. В 19 веке здесь располагались хозяйственные постройки губернаторского дома. Историки предполагают, что в них хранили сено для лошадей, дрова, ну и использовали для прочих хозяйственных нужд. Уже в 50-х годах 20 века здесь были сарайки, которые использовали жители центра города. И вот только спустя десятилетия удалось найти историческое оружие времен Николая II. Впереди рабочим предстоит еще разобрать десятки квадратных метров. Ждут ли нас новые находки, покажет время. Наталья Антонова, Евгений Бушуев. День в событиях.